Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 1283, 4 том. Если род человеческий произошел от двух людей, почему же сейчас церковью запрещены браки даже между не очень близкими родственниками? Ответ Игнатия Лапкина. В церкви есть очень много совершенно неевангельского и даже противоевангельского. Но если мы православные, то должны исполнять все, что не противоречит Слову Божию. Относительно близкого родства при бракосочетаниях дело обстоит так. Все, что Словом Божиим не запрещалось, считалось дозволенным. Первые дети Адама и Евы женились между собою, брат на сестре. И это не было запрещено, так как людей было еще очень мало, и люди были здоровы телом, наследственных болезней не было. Но уже в законе Моисеевом есть целый ряд запретов, которые каждый израильтянин должен был знать под страхом смерти. Левит, 18 глава, 6 по 18 стих. Никто, ни к какой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я — Господь. Наготы отца Твоего и наготы матери Твоей не открывай, она — мать Твоя. Наготы жены отца Твоего не открывай, это нагота отца Твоего. Наготы сестры Твоей, дочери отца Твоего или дочери матери Твоей, дочери сына Твоего или дочери дочери Твоей, дочери жены отца Твоего. Сестры отца твоего, сестры матери твоей, брата отца твоего не открывай И к жене его не приближайся Наготы невестки твоей не открывай, жены брата твоего, жены и дочери ее не открывай Дочери сына ее, и дочери дочери ее не бери не бережены вместе с сестрой ее, чтобы сделать ее соперницей. Существующие ныне правила придуманы людьми и часто являются просто бременем, трудновыполнимым и потому часто нарушаемым, так же, как и в отношении постов. Эти запреты не евангельские, но они не против Слова Божия, хотя и введены по совершенно надуманным, пустяшным причинам. Но пока мы православные и являемся членами Церкви, мы обязаны их соблюдать, нести это бремя, тяжелую монашескую руку. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов. Субтитры создавал DimaTorzok